В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии Яшов Катургаев. Здравствуйте! В начале кратки анонс основных тем выпуска. Без энтузиазма казахстанские чиновники отказываются принимать закон об обязательном декларировании доходов, ссылаются на технические проблемы. Там это все решается очень просто, если есть желание. А проблема просто, что нежелание открывать свое имущественное положение. На сухую. Жители окрестностей бишкека пьют техническую воду. Раньше запрещали, сегодня же чиновникам все равно. Другие селы все из парика пьют, но мы, слава богу, хоть и этому радуемся. Купель «Ледяная». Во многих городах Центральной Азии православные христиане отмечают крещение Господне, в прорубь готовые и стар и млад. Меня именно здесь крестил батюшка церкви. Вот именно в этом проруби, именно в этом месте. И теперь подробности. Казахстанские чиновники затягивают внедрение института всеобщего декларирования доходов. По международным стандартам госслужащие должны подавать детальный отчет. Туда будут внесены все доходы и расходы, а также имущество и финансовые обязательства. Эти документы должны находиться в свободном доступе. Можно будет проследить, на какие средства чиновника и члены его семьи существуют. Декларирования в Казахстане должны были ввести еще в прошлом году, но власти страны решили повременить, ссылаются на технические проблемы. Хотя на самом деле мы понимаем, что причины не технические, то есть это не проблема доступа к каким-то реестрам, это все решается очень просто, если есть желание. А проблема просто, что нежелание открывать свое имущественное положение. И это как бы, это один из таких, для меня лично это один из серьезных показателей, есть ли реальная воля на борьбу с коррупцией, на то, чтобы что-то менять в этой сфере. Поскольку это затрагивает каждого чиновника, в том числе и тех высших чиновников, которые принимают политические решения. По словам Дмитрия Котлера, после публикации документов так называемого райского досье, во многих странах высокопоставленные чиновники, чьи имена фигурировали в этом отчете, были вынуждены уйти в отставку. Там были имена и казахстанских чиновников, правда, все они остались при своих должностях. Вместо борьбы с коррупцией, Казахстан напротив ввел закон о СМИ. Он запрещает публиковать информацию о счетах и имуществе чиновников без их предварительного согласия. Стали известны возможные причины вчерашней трагедии на шоссе Самара-Шимкент. В МВД Казахстана назвали возгорание автобуса несчастным случаем. Правда, по одной из версий, пожар и панику в салоне могла спровоцировать драка. По сообщению свидетеля дальнобойщика, который проезжал рядом, пассажиры якобы пытались согреться паяльной лампой. Пятерых выживших опросили. По их словам, автобус стоял на проезжей части в исправном состоянии. Они утверждают, в какой-то момент пошел едкий дым, из-за чего многие пассажиры получили отравление. Когда открылась дверь, внутрь попал кислород и машина вспыхнула. Узкие двери, паника и давка. Все это причин трагедии. Люди просто не успели выбраться из охваченного пламенем салона. Известно, что в автобусе было очень много багажа. На этот час установлены личности 30 погибших. Все они жители Инаманганской области Узбекистана. Самому взрослому 41 год, а самому младшему 19. Была создана оперативно рабочая группа, правительственная рабочая группа во главе с министром по чрезвычайной ситуации Узбекистана, которая прибыла сюда для изучения обстоятельств и выявления причин трагедии. Надеемся, что вот эти вот все следственные мероприятия, которые необходимо провести, будут проведены оперативно и в срок. И мы сможем при содействии казахстанской страны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были доставлены своевременно на родину. Напомним, трагедия произошла в Иргийском районе на автодороге Самара-Шимкент. Автобус направлялся в Казань. Известно, что владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки. В числе выживших три казахстанца и два узбекистанца. Все они получили легкие ожоги. Забытые не богом, а людьми, точнее чиновниками. Жители кыргызстанского села более 20 лет пьют техническую воду. Да и тут только по 2-3 часа в день. Одними бытовыми проблемами жизнь сельчан не ограничили. Ни детского сада, ни школы. От властей только обещания по праздникам и перед выборами. Дарья Тимофеева погостила в селе. Очереди у колонки тут дело обычное. Воду в село подают раз в день максимум на 4 часа. Потом насос сдается и перестает работать. Никакой обеденной сиесты. Нужно пахать, скотину напоить, постирать, убрать. Набрать воды, чтобы вечером помыться и приготовить. В других селах еще и сарика пьют. Но мы, слава богу, хоть и этому радуемся. Приезжали губернаторы, акимы. Обещали вот эту проблему 300 метров трубы решить. Но когда они стоят на место, на свое кресло садятся, они забывают, где это село и где это люди. От мусора колодцы закрывают плитами. Но есть и несколько открытых. К листьям сену в воде привыкли. Бывает, находят и червей. Жители двух верхних улиц Нижней немного завидуют. Там еще вроде как люксовые условия. Колонку можно открыть, закрыть воду. А здесь совсем фантастическая система. Вот такой вот шланг прямо из колодца. В советское время эта вода была признана технической, непригодной к употреблению. А сейчас вроде как передумали. Говорят, пейте, пожалуйста. Воду эту использовали на соседнем заводе раньше для мытья овощей. Состав сегодня обогащен и ржавчиной устаревших труб. У многих сельчан кишечные болезни. А нужно лишь углубить прежнюю скважину, либо обновить сеть у другого источника. А в шести километрах отсюда цивилизация. Город Такмок. До туда и идут ежедневно пешком сельские школьники. Старая маршрутка ходит раз в день. Дети стоят, голосуют в любую машину, лишь бы добраться, лишь бы уехать отсюда. И вот сутки раз она приедет, в обед ей привезет. А смены-то разные учеников. И как бы вот это у нас больная тема. Особенно вот это ученики у нас сильно больная. И также у нас ничего смысла этого нету. Ни детского садика. Хотя бы начальные классы можно было бы здесь сделать до пятого класса. Тоже ничего нет. Здесь слабый сигнал сотовой связи. Вещают только пары телевизионных каналов. Главное развлечение – это посещение чиновников. Местные жители говорят, что последний воодушевляющий рассказ они услышали буквально за пару часов до приезда нашей съемочной группы. А в столице Таджикистана коллапс на дорогах. К нему привела реформа в транспортной системе. С центральных улиц Душамбе убрали маршрутки, а вместо них на линии пустили автобусы и троллейбусы. Однако городские чиновники, видимо, просчитались. По их планам один автобус должен был заменить 8 маршруток. Но на практике все оказалось не так. Рассказывает Кирилл Сухоцкий. Несмотря на попытку городских властей улучшить ситуацию с общественным транспортом, проблемы остаются. Многие жители продолжают жаловаться на недостатки, особенно в часы пик. Я знаю режим, по которому ходит транспорт. Выхожу в 7 утра и потому жду всего 15 минут. Если опаздываю, тогда ждать приходится не менее 40. Но таких, кто встает пораньше и выходит заранее, немного. Большая часть предпочитают выйти чуть попозже. В итоге столпотворение людей на остановках в спальных районах. Один из самых густонаселенных районов в городе Душамбе – это цирк. Люди едут отсюда из ближайших районов и департаментов для того, чтобы приехать в центр. Делая при этом 2-3 пересадки. Мы сейчас на своем примере хотим убедить, сколько нужно времени, чтобы доехать до центра города. Сегодня мы прождали недолго. Уже минут через 15 прибыл первый нужный нам микроавтобус. Когда он подъехал, салон был уже почти полон. Предприимчивые водители уже давно превратили свои спринтеры в автобусы. В потолки вмонтированы поручни. Поэтому в спринтере вместо технически предусмотренных 22 посадочных мест, людей в салоне куда больше. Проехали район магазина «Голубой экран». В нашем салоне уже немного свободнее. Часть людей вышла. Стало удобнее, но ноги устали и очень хочется сесть. А свободных мест все еще нет. Так мы и доехали, стоя на промежуточную остановку. Вышли около гостиницы Душанбе. Мы ехали ровно 29 минут. В принципе, для такого большого транспорта и для стольких людей это не так много. Но можно было бы, конечно, и быстрее. Потому что, как я уже сказала, дорога от цирка до центра города занимает буквально 15 минут. И это если с пробками. Если маршрут чистый, мало машин, то все 10. Мы пересели в следующий автобус и за 18 минут были на месте. Небольшая заминка была около ЦУМа, где автобус простоял почти 2 минуты, набирал побольше людей. В общей сложности на весь путь у нас ушло больше часа. В час пик вечером, говорят местные жители, чтобы вернуться домой, порой уходит и 2 часа. На юге Кыргызстана власти и местные жители не могут решить земельный вопрос. На Кыргызско-Таджикской границе нередко возникают приграничные конфликты. Еще 10 лет назад в Баткинской области построили дорогу в объезд таджикского села, чтобы избежать локальных стычек. Но трасса пролегла через участки местных жителей. За эту землю они и сегодня продолжают платить налоги. Других на дело в сельчане до сих пор не получили. Рассказывает Рахата Сангулова. Это самый неспокойный участок трассы Баткин-Лей-Лек, что на границе с Таджикистаном. Малейший конфликт и дорога перекрывается именно на этом отрезке. Для решения проблемы власти Кыргызстана в 2008 году решили строить объездную дорогу вокруг таджикского села Чорку. Она пролегла через участки жителей села Актатыр. Сельчане поверили властям на слово, что в ближайшем будущем вопрос будет решен. Но и спустя 10 лет жители никакой компенсации не получили. Более того, с них продолжают взимать земляной налог за участки под дорогу. Нам и так выделили по 2 сотки земли. Мне досталось 12 соток, на 4 из которых построена дорога. Обещают выделить другие земли. Сменилось уже 7 правительств. Так уже прошло 10 лет. Близ границы между Кыргызстаном и Таджикистаном пахотных земель катастрофически не хватает. Поэтому на человека выделялось всего по 2 сотки. Но жителям пришлось предоставить часть земли под строительство объездной трассы. Мы продолжаем платить налоги. Например, мне было выделено 30 соток. Я плачу за эту площадь. Хотя фактически у меня осталось 20 соток. Никаких льгот не предоставляется. Правительство продолжает кормить нас обещаниями. Всего в селе Актатыр части участков лишились около 20 дворов. За 10 лет жители обили пороги всевозможных ведомств. Но ничего не изменилось. Некоторые получили компенсацию, но большинство еще нет. В перспективе мы обратимся к депутатам и попробуем предложить, выделить ли остальных участки в других местах, согласно их категориям. Собственной земли у нас не хватит. Но сельчане в обещания местных властей уже не верят. Разрешать ситуацию, по их словам, придется на правительственном уровне. В Кыргызстане приступают к реализации проекта «Умный город». Власти считают, он поможет решить проблему безопасности на дорогах и в целом повысит безопасность граждан страны. Правительство заключило инвестиционное соглашение с Huawei на 60 миллионов долларов. Китайская компания и будет притворять задуманное в жизнь. Но у «Умного города» уже есть и много скептиков. У нас в гостях директор агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Сенкул Мамонкулов. Здравствуйте, Сенгул. Расскажите, почему нам так нужен «Умный город», что он из себя представляет, помимо камер видеонаблюдения? «Умный город» реализуется в рамках цифровой трансформации общества. Это, вы знаете, проходит в рамках проекта «Тазахом». Это включает комплекс интеллектуальных технологических решений по эффективному управлению страны. В данном случае на первом этапе это предотвращение дорожных происшествий и обеспечение общественной безопасности. В рамках первой фазы это установка фото-видео фиксации, многофункциональные камеры, проведение интернета, замена аналоговых светофоров, установка новых светофоров, размещение дорожных знаков, нанесение разметок. Это комплекс мер, по которым правительство собирается улучшить жизнь. Понятно. Хорошо. Ясенгул, понятно, да. Вот такой вопрос. Возникает резонный вопрос. Почему правительство без тендера решило доверить реализацию проекта компании Huawei? Попахивает тем, что кто-то лоббирует ее интересы? Или это не так? Это не так, потому что в рамках, согласно закону об инвестициях, компания, которая имеет международный статус и имеет опыт, если она инвестирует более 50 миллионов долларов, правительство имеет напрямую проводить переговоры. И как в случае с безопасным городом, проектом, который хотели реализовать 5-6 лет тому назад, проведение тендера не гарантирует успешную реализацию проекта. И если законодательство, этот закон был специально принят как раз-таки для таких случаев, когда инвестор готов вложить очень большие средства, и правительство не тратит на это бюджетные деньги. Понятно. Ясенгул, вы отвечаете за реализацию этого проекта, вы ставили свою подпись под этим проектом. Если вдруг реализация проекта провалится, вы же понимаете, что, как это у нас часто бывает, вы можете стать козлом отпущения, и все шишки полетят в вас. Ну, я думаю, я верю в этот проект, и я думаю, здесь для успеха этого проекта есть политическая воля нашего руководства. И мы очень тщательно проверяли инвесторов, которые инвестируют в этот проект. Huawei зарекомендовал себя с хорошей стороны. Они поставляли оборудование и технологическое решение компаниям, как Megacom и Kyrgyz Telecom. Поэтому мы уверены в себе, мы уверены в нашем операторе. Это ГП Инфоком, это ребята очень сильные кадры, и мне кажется, вся страна сейчас ждет реализации этого проекта, и мне кажется, нам удастся сделать, наконец, этот проект. Вот мы долго не могли реализовать проект «Безопасный город». А чем вот отличается «Безопасный город» от «Умного города»? Может, получится так, что мы тоже не сможем реализовать и «Умный город». Ну, «Безопасный город» это, вы знаете, хотели реализовать пять лет тому назад. Сейчас системы, они используют искусственный интеллект, это совсем разные технологии. Пять лет тому назад это были простые камеры. Я вынужден вас перебить, Сесенгук, большое вам спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Купель Ледяная. Во многих городах Центральной Азии православные христиане отмечают крещение Господне. В прорубь готовые и стар и млад. Меня именно здесь крестил батюшка церкви. Вот именно в этом проруби, именно в этом месте. Продолжаем выпуск. Кумурбек Бабанов больше не депутат парламента Кыргызстана. Это решение члены Центризбиркома приняли сегодня единогласно. Ранее представители Бабанова во второй раз подали в Центризбирком заявление политика. Он добровольно отказывается от депутатского мандата. Первое заявление ЦИК принимать отказался. Документ был неправильно оформлен юридически. На этот раз заявление составили верно. Центризбирком его зарегистрировал и на ближайшем заседании лишил парламентария депутатских полномочий. Напомню, лидер парламентской фракции Республика Атаджир. Кумурбек Бабанов проиграл президентскую гонку кандидату от партии власти Сурумбай Джеймбекову. Сразу после выборов Бабанов выехал из Кыргызстана на лечение, но до сих пор не вернулся. Позже в Фейсбуке сообщил, он уходит из политики и добровольно сдает мандат. Против Бабанова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в разжигании национальной вражды и призывах к насильственному изменению конституционного строя. В Бурятии усилили охрану учебных заведений после нападения на школу в Улан-Удэ. Там пострадали семь человек, включая нападавшего девятиклассника. Два ученика в тяжелом состоянии. Подробнее о второй за неделю резне в российских школах Екатерина Бучнева. Так сейчас выглядит кабинет русского языка и литературы в школе номер пять в пригороде Улан-Удэ. Около половины десятого утра во время урока седьмого А сюда бросили коктейль Молотова. После чего девятиклассник Антон Б. ворвался в класс и начал бить топором учительницей учеников. Удары наносил по спине и голове, одной девочке отрубил палец. После чего подросток ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул в окно. В результате его действия ранения причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет настаивает на том, что девятиклассник действовал в одиночку. Но ранее правительство Бурятии сообщало о трех нападавших. Эту же информацию нам подтвердили в Дальневосточно-Сибирской военной правозащите. По данным организации, один из сообщников задержан, второй находится в розыске. Местные жители говорят, что некоторые ученики знали о готовящейся атаке. Тут девочка знала, заранее информация поступила, что они говорили, что в пятницу не ходи в школу, будет мясо. Совершенно спокойно, вообще ничего такого от них нельзя было ожидать. Вообще никто не ждал, что вообще такое произойдет. Это правда, что сообщения рассылали, что что-то произойдет? Ну да. Поселок Сосновый Бур, где расположена школа номер 5, соседствует с военной частью. Среди учеников в основном дети военных. Известно, что отчим Антона Б. – майор ВДВ. По одной из версий, мотивом могла быть месть за двойку в четверти, из-за чего девятиклассника не допустили к экзаменам. По другой версии, подросток мог быть причастен к околоуголовной субкультуре АОЕ – арестантский уклад ЕДИН. Она популярна в регионе. Ее адепты насаждают среди школьников воровские понятия и требуют скидываться в общак. По факту нападения возбуждено сразу два уголовных дела – о покушении на убийство и о халатности. По данным детского омбудсмена по Бурятии Татьяны Вежевич, школа не охранялась сотрудниками ЧОП. На входе сидели лишь вахтерши. Кроме того, полиция проверяет возможную связь посредством социальных сетей нападений в Улан-Удэ и Перми. Там в понедельник двое подростков с ножами ранили 15 человек. Свои нападения они планировали заранее и вдохновлялись массовым убийством в американской школе Колумбайн. Екатерина Вучнева. Настоящее время. Православные празднуют Крещение Господне. Этот день связан с одной из самых экстремальных и ярких традиций – купанию в проруби. Тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий нырнули сегодня в ледяную воду. За крещенскими водными процедурами в Алматы наблюдал, но сам так и не решился спуститься в полынью Дмитрий Беляков. В это водохранилище впадает горная речка – Большая Алматинка. Крещенские купания традиционно проходят здесь каждый год. Желающие окунуться в ледяную купель приходят с самого утра. Многие из них заезжают буквально на пять минут перед работой. В половину 11 утра проходит праздничная служба в церкви неподалеку, а после к купели идет крестный ход. Местный настоятель освещает купель и проводит праздничные обряды. С погодой в этом году повезло. Утром был 10-ти градусный мороз, ближе к обеду потеплело. Алматинцы приезжали на купание целыми семьями. У проруби не только православные христиане. Многие казахстанцы изначально религиозный праздник воспринимают просто как интересную традицию. Своеобразный день здоровья. Алихану Иргалиеву 19. Он приехал получить высшее образование из Уральска. Окунулся первый раз пять лет назад. Друзья позвали с собой. Теперь крещенские купания не пропускают. Для здоровья, но я закаливаюсь с детства. То есть ты детства обливаешься? Просто для себя, да, обливаюсь, купаюсь даже с сентября, октября. Вообще окунулся страшно первый раз? Первый раз нет. А как, второй страшно? Да, ни в какой раз не страшно. Алматинец Виталий Кистанов окунается в прорубь каждый год уже более 10 лет. Говорит, что соблюдает традицию, где бы ни находился. Один раз даже получилось окунуться в те самые воды Иордана, где принял крещение Иисус. Но эта купель для Виталия особенная. Меня именно здесь крестил батюшка церкви. Вот именно в этом проруби, именно в этом месте. С тех пор я стараюсь ежегодно, если я нахожусь в Алмате, я стараюсь ежегодно приходить именно сюда, чтобы здесь окунуться в воды Иордана, чтобы получить ту благодать, которая именно сегодня на крещение принято получать всем православным. Ну и не только. Кто уже окунулся, отогревается горячим чаем и подбадривает следующих. В Казахстане в этом году выделили десятки официальных мест для купания. Около купели дежурят спасатели и медики. Однако те, кто стойко следует традиции, утверждают, что заболеть или получить травму во время крещенских купаний практически невозможно. Купели будут доступны всем желающим до позднего вечера. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердемухамедов теперь еще и пилот. Он посетил одно из военных авиабаз сразу после инспекции пограничной заставы. Бердемухамедов лично проверил парк боевых вертолетов и даже сам немного полетал. Как сообщает пресс-служба Бердемухамедова, туркменский лидер сел за штурвал нового военного вертолета и лично протестировал поступившую в страну авиатехнику. На кадрах видно, как президент во время полета сидит на месте первого пилота. Однако, кто в действительности управляет машиной, неизвестно. Оператор не снимал соседнее кресло. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»